Единственная вещь, которая является главным показателем, будете ли вы богатее, будет ли ваш бизнес просветающий или нет, это бизнес-модел. Плохо построили бизнес-модел, далеко не пойдете. Выбор бизнес-модела, она является самой основой успеха любого бизнеса. Основа, понимаете, фундамент – это выбор бизнес-модела. Я по-простому 2-3 примера вам скажу. Подумайте, Амазон чем отличался? Он что-то новое продавал? Он просто разработал новый бизнес-модел. Амазон просто разработал абсолютно новый бизнес-модел. Самая богатая компания в данный момент в мире. Он начинал с книги, а потом постепенно, постепенно и дальше, и дальше, и дальше. Теперь он продает все, но только брендовые вещи продают. Я переписался с ними, разговаривал, они сказали, если у тебя свой собственный бренд, мы твой бренд разместим и продадим. У нас в складах в Европе, Америке и так далее, поставляй нам, мы сами продадим. Я сидел, думал, какие они молодцы. Вот она бизнес-модел. Понимаете, самая основа успеха бизнеса – это какой бизнес-модел у вас. Если вы сможете разработать чего-то новое, молодежь начинает уже профессионально подойти к этому, потому что благодаря технология, благодаря информации им доступна. А вот этот уровень, который купи-продавай времен Чингисхана и времен там пророков, как мы делали, она умрет. Скоро она просто умрет и исчезнет. Они не могут адаптироваться к новым изменениям, новые условия рынка. Посмотрите, очень многие таких ребят, которые раньше хорошо зарабатывали, сейчас они говорят, что-то денег нет, что-то продажи слабо, что-то не идет и так далее, и так далее. Уловлены? Вот очень многие так говорят. Я буду показывать вам кучу бизнес-моделей, кучу шаблонов, которые лично сам разработал для своих учеников. Они колоссальные результаты делали. Самое интересное, бизнес-модель – невидимая часть бизнеса. Вы его не видите. Вы видите офис, вы видите продукт, потрогайте. Вы видите рекламный материал, вы видите того. Но бизнес-модель очень тяжело видит. Поэтому очень тяжело его вникать в нем. На самом деле, если я вам скажу Хаят, вы видите Хаят, вы воображаете Хаят. Я говорю, какой его бизнес-модел? Ни один из вас не могут мне сказать. Я вам скажу, хорошо, Кока-Кола, вы видите напиток, вы видите того, какой его бизнес-модел? Вы не можете мне сказать. Проктор Гэмбл. Везде продают Нивея, шампуни, все. 83% любой продуктовый магазин. Зайдите, почти все мыло-моющие и так далее. Проктор Гэмбл. Так? Я вам скажу, какой его бизнес-модел? Вы его не видите. Это невидимая часть бизнеса. Поэтому конкуренты не могут его копировать. Его не видят. Они могут копировать какой-то часть, какой-то то, что понял. Но селиком бизнес-модел копировать просто нереально. За счет того, что человек не могут его селиком копировать, за счет этого бизнес просветает. Поэтому разработать правильный бизнес-модел это колоссальная вещь. Вы, каждый из вас по-своему, делает и у вас есть какой-то модел. Но вы просто не знаете, что это есть ваш бизнес-модел. Потому что каждый из вас, как мы учили свой бизнес? Никто же нас не учил. Мы сами просто самоучками попробовали так делать попробовал так делать попробовал так ошибался а так не работа давай так и вот так потихонечку падая поднимать падая поднимаем и делали бизнес как ездить вала на велосипед помните пример привяжу ездить на велосипед падая поднимать научиться диплом не надо согласны а это тех это тактика это подход но работает ли тактика подход ездить на велосипед если вы хотите водить самолет Ну, падай, поднимай, научишься. А ты распадаешь? Поэтому, когда ты начнешь работать более 100 тысяч долларов, 200 миллионов долларов и так далее, хочешь крупной компанией, это умение водить самолет. Лучше бы не ошибаться. Или, по крайней мере, как-то риск надо уменьшить. Поэтому много людей банкротятся и не может справиться больше. Они сломаются конкретно, у них невозможно, не получается. Все, поехали, дай мне. Все, поехали, новая страница, новая тема, описание и выбор бизнес-моделя. Вот это, когда вы поймете, заполняете конкретно. Бизнес-модел, наше обучение будет делиться на два частей. Первый час, где мы будем описание бизнес-модела рассказывать. Вы досконально изнутри на один листок полностью видите всю свою бизнес. Полностью всю свою бизнес видите. А потом, завтрашний день, мы будем разработать разные шаблоны бизнес-модела. Сегодня описание бизнес-модела. А завтра разные шаблоны, разные схемы и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда ваш мозг начинает генерировать, начинает понимать, что как надо создавать разные шаблоны, вот тогда у вас лила пойдет классно. Вот ребята на Бихане и Нургуль, они начали спортивные одежды продавать по интернету. У них модель другой. Они тут же через год обгоняли те, которые барахолкой сидели, спортивку продавали. Они раньше у них купили, продавали барахолки. Потом наступил момент, когда они у них покупают каждый день целыми газелями. Те у них спрашивают, как ты продаешь. Он им рассказывает так. Теперь те, которые барахолка, оптовики сидели, теперь они у них покупают, продают. Те же сами спортодежды и так далее. Почему? Потому что они выбрали другой шаблон, другой модел. А продают те же сами продукции. Вот здесь тут большой скрет. Ну сейчас будем рассказывать, это два дня у вас в голове формируется. Пока дальний момент, когда она непонятна для вас, тяжеловато будет. Но поверьте, как вы хорошо, если оттачиваете свой модел, классно пойдет. Поэтому разработать правильный бизнес-модель, это классальная вещь. Вы, каждый из вас, по-своему делает, и у вас есть какой-то модел. Но вы просто не знаете, что это есть ваш бизнес-модел. Потому что каждый из вас, как мы учили свой бизнес, никто же нас не учил. Мы сами просто, самоучками попробовал так делать, попробовал так делать, попробовал так, ошибался, а, так не работает. Давай так. И вот так потихонечку падая, поднимая, спадая, поднимая. Мы делали бизнес, как ездить на велосипед. Помните, да я пример привяжу. Ездить на велосипед, падай, поднимай, научишься. Диплом не надо. Согласны? Это тактика, это подход. Но работает ли тактика, подход, ездить на велосипед, если вы хотите водить самолет? Ну, падай, поднимай, научишься. Один раз падаешь? Поэтому, когда ты начинаешь работать, более 100 тысяч долларов, 200 миллионов долларов и так далее, хочешь крупной компанией, это умение водить самолет. Лучше бы не ошибаться. Или, по крайней мере, как-то риск надо уменьшить. Поэтому много людей банкротятся и не может справиться больше. Они сломаются конкретно, у них невозможно, не получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова